Итак, дорогие друзья, самый лучший подарок для празднования Старого Нового Года, это с нами в эфире Аскер Закенманс, о том, чего он добился, кто он есть, вы можете здесь прочитать, но я считаю, что нам нужно его для начала поприветствовать, и затем ему передам слово, и мы с вами начинаем. Итак, Аскер, мы хотим всех приветствовать, вы можете увидеть, что с этим знаками, с Майликс, с Алис Демократ, в нашем чате, это работает, хорошо? Спасибо большое, друзья, за приглашение, в нашей комнате уже больше 230 человек, и это не может не радовать. Раньше мы, конечно же, делали встречи, наши официальные встречи с галстуками были одеты, очень поделали Ому, но сейчас наша тема это криптовалюта, поэтому мы одеты, как все криптовалютчики. Но мне не хватает в жизни встречи онлайн, где мы можем одеты по деловому быть вместе, в живом общении, строить бизнес. Но что я еще тоже заметил? И это полностью изменило то, каким образом нужно создавать network бизнес? Я почти 33 года создавал бизнес с помощью галстука, с помощью костюма, живых встреч, но последние 8 месяцев этого практически нет. Но мы с другой стороны имеем очень большое преимущество, это скорость. Corona, zusammen mit Zoom, hat dafür gesorgt, dass ich in 8 Monaten eine riesige Organisation aufbauen konnte, ohne mein Haus zu verlassen. Das hat funktioniert. Corona плюс Zoom привело совместно к тому, что я за 8 месяцев построил очень и очень большую структуру, практически не выходя из дома. Я сегодня хочу разобрать внимание на нескольких пунктах, которые очень важны для бизнеса. Для начала я поделюсь с вами историей о том, почему и как я начал в Сафире, в Зенеке. История, как всегда, одна и та же. Мне позвонил мой друг, Thomas, и сказал, что у меня что-то обалденное есть для тебя. И я с первой спросил, куда же мы должны лететь или плыть? Он говорит, я уже купил тебе билет, все, мы летим с тобой в Дубай. Первый наш визит длился 10 дней. Можете себе представить, сколько мы вопросов задали за эти 10 дней? Aber wirklich kein Party gemacht. Wir haben 10 Tagen alles nachgecheckt. Мы действительно не веселились, никаких партий не организовывали. Мы 10 дней занимались проверкой этого проекта. Мы даже побывали в бюро, в офисе Сафира. Там, представьте, даже не было еще мебели, только помещение. И, конечно, кто-то мог подумать, разве бывает офис без мебели? И там возникают мысли тогда в двух направлениях. Можно подумать, что это бюро, которое или офис открыли для скама. Или ты совершенно по-другому оцениваешь это, и ты говоришь, вот это да, да мы реально вообще самые первые. И после того, когда мы поговорили с основателями, их было двое, мы просто получили абсолютную картину, понимание. И первый вопрос, который я им задал, я сказал, в какой-то этого network-компании вы работали? Они на меня с недоумением посмотрели, потому что один был по спортивной медицине доктором, спортивной медициной, другой занимался активно спортом. Но я тогда Томасу, моему другу, сказал, смотри, у них вообще никакого понимания нет о том, что такое network. И я ему сказал, Томас, ты не понял, это же классно, что они никогда в network не работали. У нас скам исключен, потому что они не знают, как делать скам. Мы, конечно же, попытались разобраться в технологии, честно скажу, в блокчейне я ноль. Я, собственно говоря, купил видение этой компании. Блокчейн, exchange, application, это все не было, я купил это в моем почте. Мне рассказывали о будущей бирже, о будущем приложении, обо всем будущем. То есть это было только видение, и это видение я купил. Я одно на тот момент уже понимал, что ты можешь стартовать из компании Amway. Но тогда твой порядковый номер, скорее всего, уже будет за 40 миллионов. Но когда мы с Томасом стартовали, у нас было 10 тысяч, и из них 90% были просто клиенты. Так, поэтому ты покупаешь видение. Для тех, кто сегодня присоединяется к нашему бизнесу, для вас видение продлится этот этап намного короче, чем тогда было у нас. И второе, что я сделаю после знакомства с технологией, я сделаю калькуляцию маркетингового плана. Я не знаю, в калькуляции. Можете мне поверить, я хорош в математике, я могу правильно все подсчитать. И тогда, когда я посчитал, я сказал, Томас, ты понимаешь, что здесь платят 20% от созданного твоей команды товарооборота бонусами? И когда я Томасу сказал, что я же знаю за 30 лет хорошо все маркетинги, и если неважно, бинар или еще какой-то вид маркетинга, и тебе платят от 3 до 6% за твой товарооборот, то это все, это высшая граница. Как я сказал, Томас, если мы с тобой 50 миллионов кумулированного товарооборота делаем, мы с тобой заработаем от 5 до 10 миллионов евро? И ответ, как всегда, Томас, ты спокойный. Ну да. Да, да. Окей. Так, тогда мы с Томасом уже несколько дней смотрели все, что мы хотели проверить, разобрались, и мы приняли решение. Мы стартуем. Компания есть, она реальная. Плохой личный кабинет. Но мы можем работать и с ним. Зенит есть там. Компания Зенит, которая делает продукт, тоже реальная. Банк есть там. Банк инвестиционный ОЦС Интернешнл тоже здесь. Все другое видение. Но тем девизом, которым я в жизни всегда пользуюсь, он звучит так, что если твое видение намного больше, чем твое телевидение дома, то ты видишь успешным. Мы понимаете, как вы понимаете, в самом начале имели просто гигантское видение и отсутствие дома телевидения, и мы стартанули. И когда мы рассматривали личный кабинет, я попросил их, чтобы они мне дали один хаб. Этот хаб начал добывать монеты. Я сказал, что это не функционировало. Что это? Это не функционировало. И когда он стал добывать монеты, я ему сказал, почему я не могу вытащить монеты и им пользоваться. Если мы начали, мы не могли бы вытащить монеты. Друзья, когда мы начинали, у нас не было функции вывода монет. Это была Визион. Это было видение, что когда-то можно будет выводить монеты. В Zukunft sollte это möglich sein. Нам сказали, в будущем это будет возможно. Сегодня, конечно, можно вытащить монеты, которые вам добываются. Когда мы начинали, вывода не было. И мы пожали руки, друг к другу попрощались. Я улетел домой. И это было 15 мая 2021 года. И когда я ему все рассказал, то есть мне он все рассказал, я на это сказал, да, я тоже это делаю. И теперь, самое важное, слушайте, пожалуйста. Первый месяц работы у меня был товарооборот 60 тысяч евро за месяц со всей моей командой. Для топ-литера сетевой индустрией с 33 годами работы в этой индустрии 60 тысяч евро за месяц, это гениально плохо. Последние 4 года до прихода в Сафир я никакие команды нигде не создавал, а всегда работал в составе администрации команды, отвечал за продажи. Первый месяц 60 тысяч евро. Второй месяц плюс 90 тысяч. Второй месяц плюс к ним 90 тысяч евро товарооборот. Третий месяц мой системы функционировали 754 тысяч. И наконец на третий месяц моя система стала работать и за месяц было сделано 745 тысяч евро товарооборота. На 6 месяц я закрою ранг золотого бриллианта, это 20 миллионов евро. Через 3 дня Аскер 8 месяцев в проекте. 31 миллионов евро. Его товарооборот 31 миллион евро. 3,3 миллиона евро. 3,3 миллиона евро выплатила ему компания. С десятью ногами, с десятью структурами. Друзья, давайте поздравим Маскера нашими смайликами. Включаем их. И я всегда ставлю акцент на том, что это может любой делать. Это не столько важно, чтобы вы в первый месяц с 50-ми прямыми структурами, прямыми ветками запустились. Это неправильно. Если у тебя 50 маленьких детей, то ты не сможешь их контролировать. Четыре ребенка в месяц ты можешь контролировать. Но пожалуйста, не надо накапливать 50 детей и думать, что бизнес в этом и состоит. Но ты не должен просто подписать человека и оставить его в покое. Ты должен запустить эффект момента. Самую большую ошибку делают в том, что в первые 30, 60, 90 дней они не пользуются системой в работе. Если вы подписываете нового партнера в первую линию, спросите его всегда, ты хочешь быть просто клиентом или ты хочешь еще дополнительно зарабатывать деньги? Если он скажет, что я только клиент, я не хочу делать интернет-маркетинг, то не забудьте, чтобы не попробовать, чтобы его разобрать. Он не делает. Если он скажет, что меня интересуют только возможности клиента, не надо его склонять к тому, чтобы он занимался бизнесом, потому что в нем нет этого желания. В нашем маркетинге вам, по сути, нужно всего три человека, которые скажут, да, я хочу дополнительно еще много денег зарабатывать. Если человек вам скажет, что моя телевизия больше, чем моя визия, то вы не забыли. Если человек вам скажет, что моё телевизия дома больше, чем моё видение, я не могу себе представить с такими деньгами, оставьте этого человека в покое. Даже если это ваш родной брат. В принципе, вам достаточно трёх человек активных, которые будут вместе с вами делать то же самое, что делал я, когда начинал с моими премиум-партнёром. Если у вас есть пять прямых партнёров, и каждый из них скажет, я хочу за этот год заработать 1 миллион евро, то у вас, в принципе, сложилась команда, с которой можно идти по-русски, переведут в разведку. Это те бойцы, с которыми можно совершить чудо. Это твоя команда. Это твоя самая близкая команда. Твой штаб. Я стартовал в первом месяце с четырьмя партнёром прямыми. Один из них был Оюген. Первым был Евгений. И в первом месяце только 60.000 евро. И мы вместе, все команды за месяц сделали всего 60.000 евро. Но те 150 человек, которые в нашей общей команде появились за первый месяц, мы учили только одному, реально только одному, приглашать на вебинар. И тот, кто регистрируется, начинает, он должен только приглашать на вебинар. И не надо паниковать, если первый месяц у вас не будет 60.000 товарооборота, а всего 6.000 товарооборота. Это в 10 раз меньше, чем у меня. Но у вас остаётся ваш шанс заработать столько же денег за этот срок, как и у вас, Киральта, случилось. Для того, чтобы понимать силу нетворка, нужно понимать, что искусство лежит не в том, что вы со старта стартуете сразу с большим количеством партнёров первой линии, с большой командой. Сила сетевого бизнеса состоит в том, что вы повторяете дубликацию 3, затем опять 3 по 3 человека, затем опять по 3 человека приводят. В этом сила сетевого бизнеса. И просто посчитай, если вы видите, что 3 человека будете приглашать, и это каждый месяц сопровождать, вы просто не поверите, какая команда у вас за счёт тройной дубликации появится за 12 месяцев. Это была моя история, как я начинал, и сейчас я хочу поделиться с вами информацией, что произойдёт дальше. Всегда должна включаться сила видения. Мы должны сразу понимать, в чём же отличаются ZENIC и ZAPHIR от других компаний. Зуэрст мы должны понимать, что ZENIC это не та компания, которая уже всё имеет 100% в готовом виде. Ты можешь ждать, или ты сейчас начинаешь и продаёшь видение. И если ты научился правильно продавать видение, то ты можешь быть самым успешным в нашей индустрии, потому что самым главным продуктом, умением в нашей индустрии является умение продать видение. Клэп покупает продукт, когда он видит, что этот продукт добывает монеты. Но он не дублицирует, он не занимается нетворком. Но мы-то зарабатываем очень много денег в нетворке, и мы должны понимать, что же придёт, и мы должны хорошо видеть это видение. Окей. So, the crypto exchange, the swap, the kommt sehr schnell. наш обменник, децентрализованный, swap, наша децентрализованная биржа, exchange, они очень скоро появятся. Zenik testet jetzt den app, der ist schon da, aber das ist beta-version. Der ist schon da. Наше мобильное приложение уже здесь, но это уже работает. Это beta-версия, он находится в тестовом режиме, это приложение. Ich darf es nicht sagen, aber den swap ist auch da, wird auch getestet. Sicherlich, weil sonst kommt es nicht, bam, ein Morrowind. Я вам, конечно, не имею права этого говорить, но swap, обменник уже тоже здесь, он находится на этапе тестирования, потому что не может так случиться, не было, не было, бух, и он появился у нас. Die ersten zwei Projekte, die schon mit dem Zenik Blockchain verknifft werden, Tupan und Avinuk, die sind schon da. Dwa Projekte, Tupan und Avinuk, die bereits mit dem Zenik Blockchain verknifft werden, die bereits mit dem Zenik Blockchain verknifft werden. Das ist das gleiche, wie die zwei ERC-20 Projekte von Ethereum damals da war. Das ist das gleiche, wie die zwei ERC-20 Projekte von Ethereum damals da war. Warum können wir eigentlich größer werden als Ethereum? Warum? Und wir haben eine bessere Blockchaine, als Ethereum. Wir haben eine bessere Blockchaine, als Ethereum. Wir sind schneller als Ethereum. Wir sind viel billiger als Ethereum. Wir haben eine komplette Infrastruktur aufbauen, was Ethereum nicht gemacht hat. Und unser Blockchaine ist bereit, mit der ETH-20 Projekte zu arbeiten, mit der ETH-20 Projekte zu arbeiten. и подключая под себя другие проекты есть многие другие проекты которые пользуются блокчейном эфира например юнисва обменник использует блокчейн эфира но юнисва это не проект эфира есть проекты у которых есть кошельки которые работают на эфире но это эти кошельки это тоже не проекты хира это имеет все заимствованные проекты которые к нему присоединяются зенит тоже это умеет тупан проект авинок и в будущем возможно больше тысячи различных проектов это точно так же как у эфира плюс плюс зенит macht sein eigenes эксчейнж зенит имеет и будет иметь свою собственную децентрализованную биржу это не у эфира нет и и унсэр эксчейнж был вегендим блокчейн и наша биржа из-за того что у нас есть такой уникальный блокчейн станет лучшей децентрализованной биржей в мире зенит имеет свой собственное мобильное приложение эфир не имеет собственного мобильного приложения зенит имеет свою собственную платформу для токенизации у эфира нет такой собственной платформы если это все что я перечислил начинает работать запускается у нас есть шанс стать больше мощнее чем эфир и теперь это уже не все только видение и не микс до 5 года верный мне главный 90 процентов как она спросить к срокам сей и он с позже нет и за следующие пять месяцев 90 процентов из того что я перечислил будет уже работать и это друзья это это действительно реально если они эти криптовалюты с двух с трех центов выросли так высоко почему зенит не имеет такого же шанса я заработал 33 миллиона евро это очень много денег но действительно самыми крутыми доходами я смогу воспользоваться когда те монеты которые у меня есть вырастут цене с касту еду крипто специалист фраги об этом вы можете спросить любого крипто специалиста мид зофии зенит коэнс он дизель инфраструктур истестан мильник россии не каузин донор верен кан я уже возможно ли с такой инфраструктуры которую я писал и действительно с такой монеты которая является центром этой инфраструктуры выйти на стоимость в тысячу евро и если у вас будет десять тысяч друзья монет и монета будет стоить тысячу евро ваш капитал будет десять миллионов евро это друзья я купил как видение на старте это было моё видение синик асгэсом проект хаттим мультик кайдума партал за то на то что это стоит веке со и зимит вот в целом если мы этот проект рассматриваем действительно имеет шанс выйти и на две тысячи евро стоимости зиме коина он священ сайт лик бен битар инген кинамида и на протяжении того периода когда к этой цене монеты мы подойдем мы еще дополнительно можем заработать парочку миллионов евро пара миллионов евро заработать с продажей хабов пара миллиона евро зарабатывать с рекомендациями технологии стейкинга которая сейчас придет в наш бизнес пара миллион евро федине мит андре продукты и пара миллионов заработать евро с другими продуктами которые в ближайшее время к нам в наш портфель тоже придут он ганзом гиндер грунт а витси не конец но вайтер продюсер дабы комплект фэгэса и где-то на заднем заднем плане хабы продолжат добывать вам монеты и эти монеты станут вашим тоже капиталом и честно как я даже об этом и забыл в настоящее время но все что на этом протяжении мы будем присоединять к нам их продажу хабов и стейкинг и наличие других продуктов все это служит единственной цели увеличить стоимость зениткоина через три года я открою дверь в свой подвал у меня работает мой минтинг это конечно же не у меня дома это виртуальные хабы которые работают на серверах компании через три года я скажу окей хорошо я 15 до 20 миллионов евро заработал с нетворка сетевым бизнесом и тогда я загляну в мой небольшой подвальчик сколько же зениткоинов мне добыл добыли мои 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 хабы я бы комплект фэгэсэн а них я кстати совершенно забыл один миллион зениткоинов у меня один миллиард евро я конечно помог со всеми моими возможностями выйти этой монете на стоимость тысячу евро если вы это поймете это проникнет вас вы просто не сможете больше спать ду мусс аймфа фиштейн варум дунах анталия коммен мусс и теперь к такому вопросу почему нужно понимать зачем вам нужно быть в анталии в конце января дуста мусс вам нужно понимать что же можно заработать на том что сейчас запускается стейкинг на компании авенок какие-то приносит возможности дохода у меня немного другое видение с авенок компанией я 43 года прожил в голландии я 43 года прожил в голландии это стоило моему отцу трехмесячной зарплаты это было так дорого представьте себе перелет из голландии в анкару три месячных зарплаты мы не могли каждый год летать в турцию мы могли раз в три года летать в турцию потому что это было очень дорого сегодня перелет стал ну своего рода даже каким-то такси апенцу каних фон майн плац нах истамбул флиген венегер ас анбуз тикет иногда я могу с того места где я живу долететь до стамбула дешевле чем доехать на автобусе за 30-40 евро ты можешь сделать перелет из истамбула в анкару апенцу истисо билих дас истас айн бусте киторе иногда это настолько дешево что ехать автобусом дороже почему потому что появилось очень много компаний авиаперевозок они востребованы потому что очень и очень большое количество людей пользуются ими их услугами а теперь представьте себе если большой самолет когда помещается 200 пассажиров может их взять на борт по цене 30-40 евро то небольшой джет может быть тоже позволить себе лететь с 20 пассажирами но с каждого взять по 100 евро и миксы шрифт им флук им флук вилет мандас индустрии вирсайн дэст и прайвит шерст зо фолзин он зо оффки флоген вирт следующий шаг в развитии авиа индустрии мира состоит в том что мы пересядем с больших самолетов летающих на длинные расстояния в большинстве перевозок на маленькие самолетики которые будут летать на небольшие расстояния это будущее авиаперевозок в америке этот процесс уже запустился и это придет и в европу я могу себе представить что следующие 4-5 лет с частным джетом я могу слетать в Истамбул назад за 200 евро бендерс антен вару мистом и ногтон зови этих и если это запустится то почему а венок на этом этапе очень важен и скитойте байк сайт и сегодня есть тысячи страниц по всему миру где можно забронировать отель но номер один в мире это букинг это голландская компания им предложили 35 миллиардов долларов и они не продали свою компанию а венок а венок а венок со своим частным со своей личной страницей на которой можно заказать частные маленькие джет переезды первый в мире на блокчейн тоже на блокчейне booking.com не на блокчейне а венок их страница на блокчейне и не просто блокчейн это зенит блокчейн и мы будем пользоваться наша комьюнити будет пользоваться этим приложением этой страницы и мы сейчас имеем возможность токены а венок купить по самой низкой цене запустить их в процедуру или модель увеличения прибыли стейкинг и на этом зарабатывать от их рупы и несан я позвоню и месси к примеру вот и саги и месту мистов венок токенков и я говорю и мисс купи актив классные стопины а венок я коротко объясню она покупает она посылает после покупки свои а венок токены в свой зенит приложение я скажу да загрузи пожалуйста зенит приложение из аппа я скажу если ты на 1 3 5 или больше лет эти токены от а венока заморозишь стейкинг сделаешь ты получишь больше зенит коинов инэс на 1000 евро купила токены а венок и теперь придет самое главное эти 1000 евро которые сделала инэс эти 1000 евро товароборота которые сделала инэс купив на 1000 евро токены а венок они проходят по обороту в нашем маркетинг плане один год три года пять лет или десять лет заморозка то есть стейкинг этих токенов то есть из этого товароборота до шестидесяти девяти процентов выплачивается в нашу бонусную программу мы не продаем а венок инэс купила это на юнисвап или на какой-то другой бирже или позже на нашей бирже мы зарабатываем за рекомендацию сделать стейкинг на этом активе нашу провизию наши бонусы это все соединено с блокчейном зенек и у меня в моем подвале начинает добываться больше зенек коинов то что он сейчас сказал рынок этого еще не видел друзья поддержим эмоционально смотри сейчас у нас хаббл затем придут токены алино может быть придет еще аскер токен евгений токен я не знаю все что мы с вами рекомендуем из перечисленных проектов все будет повышать стоимость нашего зенек коина и для всего этого нам нужно большое комьюнити большое сообщество поэтому мы и делаем с вами нет маркетинг мы не продаем коины мы никакие не ван коин компании или 2 коины или 3 коины или 4 коины 2 или 3 или еще какие-то компании мы сафир и у нас есть продукт компании зенек и у нас лучший маркетинговый план вот то что вам сейчас рассказал еще гораздо больше мы вам расскажем в анталии вы не должны время терять дорогие друзья мы должны просто каждый из нас должен понять какой же шанс дает нам компания сафир я не стартовал в первый месяц с одним миллионом товар оборота и с тремя тысячами партнеров я стартовал всего лишь 60 тысячами товар оборота и четырьмя личными партнерами но чуть больше чем за 6 месяцев я заработал больше трех миллионов евро вот и как нет мир он и венге гаваль теперь я понял что я это заработал мне работы в 10 раз больше чем я всегда это делал каждый кто стартовал должен научиться работать по системе 30 60 90 дней большинство людей уходят на 4-5 лет учителя в университете что стоит обучение 4 года в университете сколько времени сколько денег сколько стресса но сейчас у каждого из вас есть шанс заработать столько денег как будто вы 10 университетов закончили это всего лишь друзья три дня в турции и это ваша инвестиция в эти три дня я перевел одно из предложений в чате где шаги я хотел поговорить с таким человеком я и я спросил аскер а ты то сам в анталию приезжаешь он говорит я приложу все усилия несмотря даже на корону чтобы я тоже оказался в анталии вместе с вами если ты хочешь быть богатым ты должен копировать богатых людей ты должен копировать успех и будет в анталии показано и обучено тому как прийти к успеху я очень нормальный человек я совершенно нормальный человек друзья я пью чай по-древскому я пью чай по-древски он говорит не чай он говорит чай 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 я делаю вебинар и ты можешь это сделать лучше чем я и мы с вами будем проводить обучение и я уверен многие из вас даже лучше чем я и евгений показал вам еще промежутки несколько фотографий людей которые тоже приедут на это событие когда мы начинали у нас не было такой поддержки чтобы эти люди нас поддерживали у вас есть а а а а а а а а а и и а и а а и У тебя не должно быть страха поменяться. Если ты не меняешься, то ты всегда будешь получать то, что ты всегда получал до этого. Миллионы людей будут огромные проблемы в будущем. В ближайшее будущее миллионы людей получат очень серьезные проблемы. И мир в ближайшее время полностью изменится во всем. Придут те профессии, о которых мы сегодня даже не догадываемся. И ту работу, которую ты сегодня выполняешь, возможно, через 10 лет такой работы просто в мире не будет. Что? Какой тогда у тебя план B в этой жизни? Почему ты не используешь этот шанс, заработать 3 миллиона евро и стать свободным? За 8 месяцев 3 миллиона евро и ты свободен? Через 3 года ты посмотришь свой келлер, свой подвал, где хранятся твои зеники. У тебя есть 20 тысяч, они стоят 1000 евро, у тебя 20 миллионов в подвале. И твои дети тебя спросят? А почему ты этого не делал? Моя жена меня спросила. Она сказала, что ты инженер в предприятии. Ты, конечно же, хорошо обученный, профессиональный инженер по экономике. Ты говоришь на 4 языках. У тебя было больше миллиона людей за твои нетворк-года в команде. Ты разбираешься в таких вещах, просто в которых другие люди о них понятия не имеют. Почему ты 10 лет назад не понял, что такое Биткоин? А я сказал, знаешь, а я даже не спрашивал, что это такое. Мои друзья пришли ко мне и сказали, Аскер, Биткоин, что это такое? А я им сказал, а где находится компания Биткоина? Ну они сказали, ну нет никакой фирмы. Кто создал Биткоин? Сатоши Тойота. Сатоши Тойота, сказали мне. Кто такой Сатоши Тойота? Я не мог тогда поверить, потому что я даже не спрашивал. Если бы я только начал спрашивать, и это привело к тому, что я разобрался, возможно, я бы тогда этим и воспользовался. Если бы я за 10 тысяч долларов купил эти Биткоины на эту всю сумму, я бы сегодня был мультимиллиардером. Но я не спросил о Биткоине. Поэтому, друзья, всегда спрашивайте, всегда интересуйтесь. Вы должны приехать в Анталию для того, чтобы научиться и спрашивать, спрашивать, спрашивать. Если вам это не понравится, тогда не делайте этого. Но, пожалуйста, не делайте этой ошибки, не спрашивайте. Я желаю вам очень-очень больших успехов и до встречи в Анталии. Спасибо за ваше внимание. Поблагодарим Аскера, друзья, в чате. Восключителем без знака, десяточки ставим. И поехал в наш чат. Нас было 389 человек. Почти 400 человек сегодня в чате. Пожалуйста. 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 Давайте, друзья, поделимся нашим успехом с нашими командами. Мы много инвестировали, чтобы прийти к этому успеху. И теперь пришло время делиться опытом и нашим успешным опытом. Эту информацию вы получаете даром нельзя сказать, но заработано. До встречи в Анталии. Спасибо, Аскер. оплачивает все чайпитие в Анталии. Он ждет нас. Друзья, всего хорошего. С хорошим старым Новым годом и с этими мыслями. Вперед. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok